Всем привет! С вами Ольга Чернова. Я сейчас стою вот с этим же самым лотком, про который я снимала видео «Не пора ли пикировать?» томаты рассказывала. И сейчас хочу рассказать, поговорить вернее вам о самой-самой главной нашей проблеме, проблеме огородников. Это всхожесть семян. Всхожесть семян – это загадка природы. Я всегда об этом говорю. И в этом году, когда у меня спросили, покажите вот свой первый лоток, какие сорта взошли, какие нет. Я сейчас вам покажу и даже дам выкладку, которую я сделала. Я, конечно, с каждым лотком это не делаю. Вы не подумайте, что я вот каждый лоток прям потом помечаю, сколько процентов схожести. Вы посмотрите, один и тот же посев в один и тот же лоток. Семена все мои с одних и тех же рук. Но это не иначе, как загадкой природы, не назовешь. Видите, какая разность? 90%, 80%, 100%, 100%, 100%, 70%, 100% – вообще никак. И 100%. То есть, если объяснять русским языком понятным, то раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть сортов взошли 100%. Вообще все до одного семечка. У некоторых тут по одному, по два выпали. 10-20%. Один сорт не взошел вообще. Вот как это объяснить? То ли я... А, да, и многие, когда начинаем обсуждать этот вопрос, многие спрашивают о причинах. Но причин может быть много. Может быть, я в спешке заглубила их туда. Потому что у меня вот гемидов очень долго-долго пробивался, еще даже вылазит. Потому что в первую очередь, конечно, вышли вот эти вот, которые более... Ну, про которых я говорю, что они совсем не товарищи, которые более высокорослые, с крупным семенем. Они, конечно, вышли в первую очередь. Прям самые первые. Очень долго не могла выйти клуша. Вот она так долго вылазила. Вот прям в самую-самую последнюю очередь. Вот клуша, потом вот спиридон до сих пор вылазит. Некоторые, видите, еще совсем маленькие. Вот те, которые низкорослые, у которых немножко помельче семя, их, конечно, нужно было бы сеять отдельно. Я посеяла в один лоток. Вот у русских колоколов тоже не очень крупная семечка. Они такие не очень большие. Вот эти были вообще такие пластушины, как таблетки прям. Они вышли в первую очередь. И это зависит от многих причин. И от глубины заделки, и от поливов. Но я вроде не переливала. И даже, смотрите, вот в одних руках, казалось бы, в разных лотках, ладно, посеяла бы в другой лоток. А в этом, например, взошли, в другом нет. В одном и том же лотке все вот семена показали разные результаты. Но меня радует, что, конечно, большинство сортов вышли полностью, все семена, вот все до одной. Я же их все пересчитала перед тем, как процентность посчитать. Ну, а здесь считать нечего. Так что вот у меня тоже бывает, как говорится, на старуху тоже бывает проруха. Вот нынче у меня такая проруха, что один сорт не взошел. Я даже не буду задаваться вопросом, почему. Потому что это вот только голову себе забивать. Ну, кто знает, почему он не взошел. Я не знаю. Все вместе они лежали, все вместе они делали семена. Все вместе я их сеяла, вместе поливала. Не взошел. И вот этот вот вопрос всхожести. Конечно, у нас сейчас вот этот самый лоток вот первый попал в неблагоприятный период. Потому что у нас за окном было больше 30 градусов. Дома, мы живем в частном доме, прохладно. Утром встанешь, руки мерзнут. И, конечно, для них это не очень хорошо было для всходов. Но, опять же, было бы нехорошо всем, а не взошел только один. Ну, в таких случаях я как говорю, что я рада, что остальные все взошли хорошо. Если один не взошел, бывают ситуации, когда приходится пересевать не без этого. Так что я вот просто хочу дать совет всем начинающим. Хоть вы в магазине купили, хоть вы там у частного селекционера заказали. Никто у нас не застрахован от того, что вот какие-то семена взойдут, какие-то нет. Почему это происходит? Я еще раз повторю. Ну, это загадка природы. Вот видите, все хорошо растут, взошли уже первый-второй лист, а одного сорта нет. Все, я процент схожести показала. Это видео снимаю по просьбе моих зрителей, которым интересно. Они видели, когда я посеяла, и хотят уже посмотреть результаты. Что у меня взошло, что у меня не взошло. Но можно сказать, что все взошло, но одного бойца мы потеряли. Все. До свидания. До свидания. До свидания.